МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это 7 дней плюсов Светланы Кадыровой. Здравствуйте. Итак, в России продолжается год семьи, а мы продолжаем цикл встреч с замечательными леди Татарстана, которые удивляют, вдохновляют, созидают, совмещают в себе роли многодетной мамы, бизнес-вумен. Сегодня в гостях Анастасия Гельманурова, многодетная мама, тренер программы личной эффективности, член психотерапевтической Лиги Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, что касается бизнеса, сферы деятельности, чуть подробнее дальше. А для начала, многодетная мама. У вас 4 дочки. У меня 4 дочки. И у меня еще есть внучка. То есть я уже не просто мама, я уже и бабушка. У меня не такой статус. Познакомьтесь с семьей. У нас 4 дочек сложно воспитывать. Или они все папины? Они... У меня 2 брака. У меня в первом браке 2 дочки, во втором я не изменяюсь своим традициям. У меня девочки рождаются. Вот. И... Нет, мне не сложно. Вот не знаю. Так получилось, что мне не сложно. Они как... На мой взгляд, вот сложно с одним ребенком. Вот с одним сложно. Потому что вся жизнь семьи строится вокруг одного ребенка. Когда у тебя их четверо, они как-то сами строят свою жизнь. И я лично считаю, что если хотите успешный бизнес и успешную команду, рожайте много детей. Если я не ошибаюсь, то у вас с каждым ребенком бизнес и приходил, да? Нет. У меня высшее образование приходили с каждым ребенком. А, высшее образование у вас? Да, да, да. То есть ребенок высшее образование, ребенок высшее образование. Ну да. И дальше уже там у меня 2 стандартных высших, ну таких классических образования. А потом у меня уже такие, ну, серьезные доп. образования были с маленькими детьми. Каким образом многодетная мама получала все эти высшее образование? Как выстраивался еще тайм-менеджмент в этой ситуации? Тайминг вообще в принципе в своей жизни? Еще ведь нужно было еще реализовываться и бизнес, и в том числе. Да. Как? В чем секрет? В чем секрет и совмещение? Ну я уж говорю, семейный бизнес – это командная работа. Многодетная семья – это тоже командная работа. Вот хотите вы того или нет, все вот инструменты бизнеса вы так или иначе начнете применять, если у вас много детей, если у вас есть семья. И тайм-менеджмент, и делегирование, и постановка цели, и контроль, и обратная связь. Вот прям все процессы по управленческому циклу. Все сделаете. И планирование. И все, абсолютно. Деваться некуда, жизнь заставит. В России год семьи. Многие, конечно, ждут каких-то принципиальных, где-то законодательных решений, где-то интересных идей. Это не обязательно должна упираться финансы. А вот вы что, как вы считаете, а что нужно многодетным сегодня? А вообще, что нужно семьям сегодня? О чем бы хорошо задуматься? Ну, по-хорошему, здорово, что об этом сейчас говорят. В принципе, внимание к конституту семьи. Раньше вот традиционно было, что многодетная семья – это семья, скажем так, ну, на грани выживания. То есть много детей, бедная семья, да? Много детей, бедная семья, да. Вот как-то люди там нуждаются в поддержке государства, там, малоимущие даже есть такое, к сожалению, многодетные-малоимущие. Стереотип шаблона на голове, конечно, висит, да? Да, да. Но ведь сейчас огромное количество успешных людей, умеют много детей, это становится модно, это становится трендом, это классно вообще, на мой взгляд, это вот прям замечательно. И все, что нужно, это просто элементарная поддержка. Вот просто человеческое внимание, человеческое, вот знаете, из категории… А у нас вот там в классе вот такая семья есть многодетная. То есть поднимаем статус престиж, да, многодетная семья? Просто статус, да, просто престиж. Вот я говорила о том, что, например, у тебя трое детей, например, у меня их четверо. И был момент, когда у меня, например, старшему уже 18 случилось, и статус многодетной семьи снимается. А в принципе маме, ну, хочется иметь этот статус, ну, на всю жизнь. И было бы здорово, чтобы он сохранился прямо на всю жизнь. То есть некая такая законодательная инициатива должна в эту статус пройти? Да, и в принципе, ну, что такого? Ну, может быть, в очередь ты первой встанешь, ну, просто элементарно, потому что ты многодетная мама. Может быть, у тебя будут какие-то элементарные вещи, там, в самолет ты можешь себе выбрать места, выбрать место просто даже, да, с детьми сидеть, ну, потому что вы многодетная. Какие-то, знаете, простые мелочи, очень человеческие мелочи. Много не нужно, потому что эти семьи умеют о себе заботиться. Они прям реально, ну, в целом молодцы. Они идут на риск, осознанный риск. Они рожают детей. Ну, сегодня, по-моему, тренд как раз на осознанное материнство, да, на осознанную многодетность, по сравнению, например, с тем, что было лет 20-30 назад, да, мы о чем говорим. Но сейчас все равно очень много людей, которые задаются вопросом, вот как я потеряю себя, да, став многодетной семьей, я потеряю, я не реализуюсь там, я не реализуюсь здесь, я потеряю личное время. А вы что сказали таким людям, сомневающимся? Слушайте, ну, все имеют право на любой выбор, лично я считаю так. Ну, я живу в категории про наследство. Оставить наследие за собой. Вот прожить свою жизнь так, чтобы осталось наследие. И дети тоже наследие. Вот. И ценности, которые мы оставляем в своих детях, это тоже наследие. То, чем мы занимаемся, наш бизнес, это тоже наследие. Вот мне интересно в детях оставлять свое наследие. То, как я живу, стиль жизни мой, мои взгляды человеческие. Это так. Я так понимаю, что у вас очень такие крепкие семейные ценности есть внутри, внутри семьи. То есть такие какие-то базовые, фундамент такой. Вот в чем правило воспитания мужа и детей? Давайте так, если это возможно. На чем базируется? Что всегда прививали детям? Вот какие-то заповеди семейные? Договариваться. Передоговариваться. И договариваться до тех пор, пока не договоримся. Ну, то есть вот вплоть до этого. Очень важно уметь говорить, что тебе не устраивает. И предлагать решение. Быть готовым нести ответственность за свои предложения, ну и за свои поступки в том числе. Даже с учетом того, что у нас девочки. Вроде традиционно принято относиться так, что вот с мальчиков требуют ответственности, а с девочек нет. У нас как-то так получилось, что вот ты принял такое, приняла такое решение, ты так захотела, значит, это будет твоя ответственность за это решение. А с мужем как? Тем более, я так понимаю, что вы вместе ведете, у вас совместный бизнес. Да. Вообще, каково это вести бизнес с супругом, да, и каково потом с этим бизнесменом оказываться дома в одной квартире? Я в таких случаях всегда говорю, слушайте, есть свои плюсы, свои минусы. Как всегда и везде там, да. Ну, например, если говорить из минусов, значит, вот когда вы ложитесь спать с мужем в одну кровать, у вас на одеяле сидит весь ваш офис. Так, то есть офис-менеджер ваш там, исполнительный директор, бухгалтер, то есть все вместе с вами сидят и обсуждают какие-то вещи. Это, конечно, неправильно, но это вот как есть как факт там, да. При этом, конечно же, это очень сплачивает, то есть и дети понимают, что семейный бизнес, что мы все одна команда, но это прям действительно так. И люди, которые к нам приходят в компанию, они очень разделяют наши ценности, то есть они тоже попадают в определенную, скажем так, атмосферу. И мы выбираем себе людей тоже, скажем, чтобы у нас созвучно было. То есть такая тоже большая семья. Вы одни из первых, кто с супругом создали компанию, то есть вы помогаете людям самореализовываться? Вот о чем? Что вы делаете? Смотрите, наша сфера деятельности – это специалисты помогающих профессий. То есть мы обучаем нас компаниями. Команда образования. Да, команда образования в том числе, и это управленческие тренинги в том числе, и мы обучаем коучей, мы обучаем бизнес-тренеров, игропрактиков, игротехников, HR-специалистов, то есть те, кто приходит в компанию, внедряет все это. То есть у нас такая сфера деятельности. Ну вы же ее открывали, конец 2007-2006 год, да, примерно? Мы 2002 года, в общем-то, работаем уже на рынке, да. На тот момент все, что вы сейчас сказали, сейчас, конечно, знают, даже школьники, я думаю, да, если и коучинг, это отдельно, где-то уже ругательные, да, местами. Есть такое, да. Почему в тот момент, как, в принципе, эта идея появилась? И насколько было сложно, вы одни из первых, в Тарстане, я так предполагаю, были, вообще заявиться о себе и вообще объяснить, что за этим-то будущее? Ну, реально сложно. Вот без всяких шуток говорю, что это было сложно, людям было непонятно. И я, в общем-то, из набережных Челнов, это город, где вот как раз слово пацана, вот это моя реальность, это в чем я выросла. И быть образованным, быть человеком, который имеет доступ к информации, это было очень необычно, ну, то есть непонятно для многих. Понятнее были очень-таки материальные вещи. Никакого интернета тогда не было, никаких доступа к литературе даже не было. То есть иметь высшее образование уже было здорово, а два высших – это вообще, ну, для, скажем так, ну, это уже был разрыв всех шаблонов. И когда ты начинаешь заниматься тренингами, то есть ко мне относились с большим, ну, скажем так, с осторожностью, прям очень-очень. Даже мои самые близкие люди, мой папа и моя мама, очень волновались. У меня была такая стабильная работа, я работала дефектологом-логопедом в детском саду, и вдруг я решаю заняться тренингами. То есть это было очень… А как это получилось? Вот как-то так случилось. Как логопед в дефектологом в детском саду вдруг решает стать… Вот я рискнула, я попала вообще на тренинг. Это был такой первый опыт мой личный, и это был очень необычный тренинг. Знаете, в то время как раз только-только Нарбеков начинал появляться вообще в информационном поле. Да, да, да. Это был вообще тоже… Все говорили, что там какой-то дяденька ходит и матерится на сцене, и в зале 500 человек, и все на него смотрят, и все восхищаются. То есть это вот был один из первых моих тренингов. А потом потихоньку я стала в эту тему уже идти глубже, 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 и я изучала коучинг очень серьезно. Я училась у зарубежных специалистов. Вот за моей спиной три школы коучинговых. Вот, ну, то есть это опыт такой. Поэтому, да. Каким образом сложился совместный бизнес? Ну, сначала тренингами занималась я, потом в эту тему пришел мой супруг. Мы, что называется, вот прямо у нас так случилось. У нас пелись, да. Это уже был мой второй брак. И вот, и дальше как-то так все завертелось, завертелось. Мы переехали в 2006 году в Казань, и вот наша тренинговая компания, вот она прям двигается. Я понимаю, что вы, тем более не то, что на заре, на самом расцвете частной компании, да, вы появлялись, нужны были действительно реальные управленцы, эффективные менеджеры, действительно нужна была команда образования, потому что это сегодня становится трендом на всех компаниях, наверное, да, а тогда это относились к этому, ну, к последнему, во что, наверное, вкладывали деньги, да, на тот момент. На этом всегда экономили, в принципе, сейчас тоже, хотя, на мой взгляд, сейчас уже более так продвинутая аудитория собственников. То есть они уже понимают, что нужно вкладывать, что человеческий капитал, это самый главный ресурс компании, если ты в людей не будешь вкладывать, то тогда, извините, с кем ты будешь работать. Люди сейчас выбирают, это... люди сейчас выбирают, где они будут работать. Да, при таком декабрях, да, на собственника, и поэтому они будут смотреть, куда они попадают, в какую среду они попадают, что в компании, какая культура в компании, корпоративный дух, вот на это люди сейчас идут. То есть при сегодняшнем дефиците кадров в стране, который примерно лет через 14, говорят эксперты, в общем-то, разрулится, каким образом компании со средней заработной платой победить, ну, скажем так, перехватить специалиста у компании, где платят гораздо больше? Что для этого надо? Создавать команду. Как? Создавать команду. Как сегодня создается команда? Через что? То есть вот эти все какие-то... Понятно, что мы ушли из советской эпохи, и когда просто сказал, ты пойдешь, сделаешь приказной тон, все это исчезло. Как сегодня... Все уже, это не работает. Как сегодня создается команда? И чем мотивируется эта команда? Смотрите, командно-административный стиль управления работает на короткой дистанции. Он всегда будет работать, но если вы хотите в долгую построить команду, то есть действительно хотите, чтобы люди выбирали вас и оставались в вашей компании, развивали вашу компанию, тогда вам нужно будет искать стили коммуникации, привлекать экспертов, может быть, даже более талантливых людей, чем вы. А для этого, извините, нужен определенный стиль коммуникации, нужно уметь людей слушать, нужно уметь организовывать групповые какие-то штурмы, дискуссии. То есть вам нужно будет, хотите вы того или нет, или привлекать специалистов, или обучаться самому. Поэтому все сейчас, это непрерывное, это мы будем обучаться всегда сейчас. Если у вас бизнес, вы просто обречены на то, что вы будете развиваться постоянно. По-другому не получится. И только за счет этого вы будете привлекать к себе самые лучшие кадры. Очень хорошая идея. Да. Очень хорошая идея. И золотой век наступает, ну если не золотой век, но хороший век наступает для, ну вашей компании, по крайней мере, точно, да? Ну, поживем и видим. В принципе, кто должен учиться? Только генеральный или вообще какой-то весь состав высшего менеджмента? Или вы готовите только кадровиков современных? Мы работаем с разной категорией людей. Мы работаем со специалистами, еще раз говорю, поддерживающей сферы. И при этом мы работаем с топами, с руководителями компаний тоже. Насколько сегодня управленец готов учиться управлять? Тем более мы понимаем, что многие управленцы уже достаточно давно возглавляют компании. И казалось бы, ну я всего достиг, чему меня еще можно учить. Как переубеждаете? Или вообще ломать вот этот стереотип? И сегодня современный тип управленца, это уже человек всегда готовый обучаться. Разные типы управленцев есть. И если смотреть на рынок, взрослое население, скажем так, уже взрослых собственников, их жизнь заставляет меняться с трудом, скажем так, скрипя. Но жизнь заставляет, и что-то люди начинают делать. Вот особенно, если у них был построен семейный бизнес, бизнес нужно передавать детям. А дети бывают не готовы, чтобы его подхватить. Либо, в принципе, ребенок художник, они не втянут. Абсолютно, да. И тогда, ну, тут надо думать, как это все делать. А ведь когда-то была надежда, когда ты начинал строить все это, ты думал, что ты отдашь это своим детям, и дети подхватят. Они не готовы. Или они не понимают, что от них требуется. То есть у нас культуры, как таковой, опять же, нет, да. Как построить семейный бизнес и передать его собственникам, наследникам. Это я про взрослое сейчас население говорю, собственников, да. Они с этим сталкиваются. Очень часто они нанимают каких-то управленцев, извне приглашают. Или начинают понимать, что нужно подращивать своих. Хочешь, не хочешь, нужно обучать. Ну, то есть очень часто у них есть мечта отойти в сторону, выйти из операционки и просто отдохнуть уже от бизнеса. Многие начинают продавать свой бизнес. Ну, то есть у всех очень по-разному. Молодая когорта собственников, они все обучаются. Это у них модно, это у них тренд, для них это реальность. Они постоянно в каких-то тусовках, комьюнити, в сообществах. Они постоянно обучаются. Ну, то есть это вот сейчас, если посмотреть на современного управленца, собственника бизнеса, они все в обучении, все. И в нескольких обучениях одновременно. Насколько, ну, вот вложения вот в кадровую политику, в управленческие навыки сегодня может сработать на успех бизнеса? Ну, не знаю, на этом базируется 50% успеха бизнеса, 70, 80 или все 100? Ну, насчет 100 я сомневаюсь, конечно, но это чисто мое предположение. Да, я думаю, что процентов где-то 70 точно. При этом, вот вы сейчас тоже говорите, что мы все в процессе обучения, это уже тренд. Это тренд современных лет. Появился уже ключевой термин инфо-цыганство, и мы уже с вами говорили о том, что коучинг сегодня где-то ругательное, да? Да. То есть, если коучинг, значит, либо обманут, либо, выражаясь простым языком, лапшу на уши. Да, да, да. Ты отдашь деньги, а ничего не получишь. Что происходит на этом рынке? На самом деле, много ли тех, кто, ну, назовем их лжетренеры, да, не специалисты, как подобрать своего? Вообще, давайте, для начала, что происходит на этом рынке? Почему такой вал? Ну, знаете, это как, есть такое понятие дикий рынок. И это неизбежно. Наверное, любая сфера претерпевает такой хаос. Из этого хаоса потихоньку начинает вырастать система. То есть, рано или поздно начинают наводить порядок. Вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что начинает наводить порядок. И это, на мой взгляд, очень разумно. Имеет смысл это делать. Давайте отделять зерна от плевел, давайте отделять профессионалов от, скажем так, людей, кто заявляет себя, но не является таковым. Потому что многие... Что-то просто зарабатывает. Давайте уж... Да. К сожалению, сейчас вот современная реальность такова, что потребность у людей есть в развитии. И люди кидаются, куда бы кинуться. И поэтому вот эти все... В таком спросе рождается, конечно, огромное количество предложений. Как, в принципе, рынок лицензирован. Что для этого надо? Как сегодня понять? И я же понимаю, что ведь не только управленцы крупных компаний, собственники бизнеса приходят. В принципе, это же и молодые ребята, которые пытаются все свои скиллы прокачать и дальше уже выстроить от своего стартапа и так далее. Им нужно дать вот эту хорошую ценность, да, и вложение, чтобы их положение денег в конечном итоге было оправданным. Как на этом рынке, диком, на данный момент найти... Ну, для начала вы хотя бы поинтересуйтесь, есть ли лицензия на образовательную деятельность у этой компании. То есть, по идее, у компании обязательно должна быть образовательная? Вот это не обязательно, но я всегда... Это гарантия, по крайней мере. Что все-таки государство контролирует деятельность этой компании. Например, в нашей компании такая лицензия есть. Смотрите на отзывы. И не просто на отзывы, которые написаны в интернете, а и реальных людей, которые проходили здесь обучение. Какие у них результаты. И не просто вот прям... Вот он прошел обучение, и там через 2-3 дня, а в течение там... Вот прошел полгода, прошел год после этого обучения. Знаете, как говорят... Смотрите, как долго компания на рынке. Если это бабочка, то есть она там год-два, и она исчезает с рынка. Если эта компания серьезная, устойчивая, то есть не менее 5-6 лет она на рынке. Вот тогда имеет смысл туда идти и, в общем-то, смотреть. Смотрите всегда, знакомьтесь, приходите, не ленитесь. Приходите, знакомьтесь с атмосферой компании. Куда вы идете учиться? Смотрите. Проверяйте документы, в конце концов. Спрашивайте, убеждайтесь, а вам вообще чек выдают? А какой договор с вами заключают? Официально это все или нет? То есть у нас принято иногда мы по сарафанке куда-то идем, потому что подружка сходила. Или мама посоветовала. Ну, слушайте, взрослые люди, давайте взрослой позиции обучаться, ну и, в общем-то, нести ответственность за то, что мы делаем. Я так понимаю, всевозможные интернет-тренинги и так далее, и так далее. А там как? А сейчас там тоже все достаточно серьезно. Там сейчас тоже требуется лицензирование. Сейчас есть ассоциация информационного бизнеса, и уже вводят определенные стандарты в этой теме тоже. То есть сейчас уже прям начинается, ну, как говорится, чистка рядов. Это неизбежно. То есть система начинает наводить порядок. И, на мой взгляд, это разумно. Потому что если компания действительно солидная, соответствует всем стандартам, нормам, требованиям, которые предъявляет государство, она останется на рынке. А если это мошенники и, ну, не профессионал, тогда это, ну, государство найдет рычаги влиять. Хорошо. Давайте еще вот немножко о команде поговорим. Да. Почетую, что к вам приходят. А какие, вот, классификация команд в бизнесе какая бывает? Ой, ну, команды разные бывают, да? И, в общем-то, не всегда... И не всегда команда, да? Не всегда команда. Или чаще всего не команда? По-разному. И, может быть, даже на какую-то задачу и не нужна команда. И достаточно, что это будет просто, ну, скажем, группа людей, которая решит какую-то задачу определенную. Поэтому тут, ну, их много. А очень часто это зависит, опять же, от личности собственника, от топов, которые формируют эту команду. Поэтому как-то так. Есть... Вообще команда, она всегда формируется вокруг ценностей. И одна из теорий вокруг ценностей – это теория спиральной динамики. Вот команды бирюзового уровня, сейчас это вот прямо такая тема, про которую многие говорят, и мечтают иметь, особенно современные ребята-собственники, мечтают иметь такую команду бирюзового уровня. Это пока, на мой взгляд, единицам, как удается на современном рынке, в России тем более. Я бы так сказала, у нас такие вкрапинки бирюзы. Бирюзы, вот, это когда люди действительно чувствуют сопричастность свою собственную к тому, что делает компания, бизнес. И они вовлечены и включены в компанию. То есть когда людям иногда даже важнее, чем собственнику. Когда они в очень большом партнерстве друг с другом. Ну, это очень, ну... Команда – это почти семья, да? Как понимаю? И семья... Можно знак равно, в общем-то, поставить? Ну, условно можно, да. Условно можно, да. Как собрать команду? Как собрать... Вот сегодня просто очень много людей начинают объединяться. Возможно, общественная организация. Вот видны вот эти запросы, да, единомышленники. Мы понимаем, на ценности, да, строятся. Базовые признаки команды, на чем это все должно построиться? Как собрать свою команду? В любом случае, команду... Какому-нибудь Тимуру. Изначально, да. Вот был Тимур и команда, да. Вот изначально будет кто-то, вокруг кого будет собираться команда. То есть будет звезда. Чаще всего это собственник, кто начинает этот бизнес. И он, хочешь того или нет, будет собирать себе людей в команду. Он будет, я с этим играю, с этим я не играю. Это как у нас, как в детстве, да. И это неизбежно. То есть с кем я хочу обняться, как у Полунина, да. С кем я хочу обняться, а с кем нет. То есть это неизбежно. То есть мы будем искать людей, с кем у нас есть созвучие. С кем мы долгую можем пройти. какую-то дистанцию и на самом деле один из критериев что у вас есть команда вы ссоритесь и у вас конфликты это хороший признак это отличный признак мало того конфликты на мой взгляд это маркер того что вы как руководитель состоялись что если у вас компании есть конфликт который решается не прячется под ковер не замалчивается то есть люди открыто могут говорить о своих каких-то недовольствия обсуждать это открыто то есть выговорить свою позицию это говори это только вам комплимент как собственнику как руководителю поэтому конфликты приветствуют и все-таки команду образует один человек это вообще российская ментальность или это мировая мне кажется российская ментальность вот в целом да ну хотя может быть мировая для нас личности все-таки более важен да 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 это какой-то это код наш исторический генетический да в этой ситуации и вот в завершении вы все-таки создали команду в бизнесе и команду в семье да в чем чем секрет успеха и то и другой команды в большом доверии большом очень прям в уважении к позиции друг друга и всегда быть друг за друга то есть люди которые попадают нам компанию они всегда знают что если мы их выбрали мы всегда будем за них и как нашей семье то есть если мы выбрали друг друга мы всегда друг за друга то есть это вот наши кредо спасибо анастасия и команда сегодня сегодня практически Спасибо, что были с нами, было интересно. Я думаю, надеюсь, зрителям это было еще и полезно, потому что мало кто все-таки сегодня сейчас заодно, что команда образования – это главный секрет успеха, наверное, для настоящей компании и бизнеса. Спасибо, всего доброго, до свидания.